Представители муниципалитетов Ханты-Мансийского округа сегодня приняли участие в очередном заседании Семейного совета Югры. На регулярной основе он работает уже 10 лет. В каждой повестке обсуждение актуальных тем, касающихся воспитания подрастающего поколения, взаимодействия с молодежью в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, семейные вопросы. В таких встречах всегда принимают участие руководители округа, но формат диалога неформальный. Это возможность для представителей различных общественных организаций, молодежных объединений, многодетных мам, педагогов со стажем поделиться своим видением существующих проблем и накопившимся опытом. Напомним, в ноябре указом президента был утвержден важный документ – основа государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В Югре в целом и в Сургуте и районе, в частности, работа в этом направлении ведется уже не первый год. Темой сегодняшнего собрания окружного семейного совета стал ход реализации программы воспитания «Социокультурные истоки» в детских садах и школах округа. Реализую программу «Социокультурные истоки» я запустила с родителями анкетирование, какие личностные качества вы хотели увидеть в будущем у своих детей. И большинство родителей выделили как успешность, стрессоустойчивость, лидерские качества. И лишь единицы выделили доброту, патриотизм, честность. И мы с ними собрались поговорить по душам за чаем, и мне удалось до них достучаться. И они приняли то, что высокоморальные, даже, я бы сказала, социокультурные качества очень важны, и детям без них сейчас в мире не выжить, всему обществу. Еще один вопрос, вынесенный сегодня на обсуждение регионального семейного совета – сохранение языков народов, проживающих в Югре. Тема уже назрела. Например, что касается родной речи коренных малочисленных народов Севера, то, по данным югорских ученых, исследователи, лишь от 10 до 40% представителей Ханты, живущих в Кандинском, Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском районах округа, знают свой язык. В Нижневартовском, Нефтеюганском и Сургутском районах 98% от общего числа КМНС сохранили хантыйские диалекты. Сургутские ханты и ваховские ханты, хотелось отметить, что они действительно сохранили свою культуру, свой язык. Но говорить наши дети говорят, культуру знают, а вот писать они не умеют. И хотелось бы, чтобы всё-таки по языку осуществилась программа по обучению, по подготовке специалистов по сургутскому и ваховскому диалектам хантыйского языка. Учебники, учебная литература, на этих диалектах есть. Получается, что они хватают учтений. И в этой связи получают департамент образования и науки, а вреду субботеки, программу дополнительной персональной переподготовки хантыйский язык и методики. Его преподавание в 22-23 учебных годах на базе Сургутского государственного университета. Технологии преподавания языков, учитывающие многообразие диалекта языков и рядах народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова